для того чтобы вообще создать прототип нужно пройти такой подготовительный этап и подготовиться к прототипированию во-первых нужно изучить бриф я подготовила тоже бриф для вас чтобы мы наглядно могли посмотреть так выглядит бриф здесь есть много вопросов описание компании и в первую очередь когда вы его изучаете вы должны узнать основные моменты чтобы перейти к дальнейшим этапам канале за конкурентов и к выжимки важному после первичного изучения брифа нам необходимо проанализировать конкурентов где их искать давайте в первую очередь пройдемся по тем моментом как раз таки где нам нужно посмотреть конкурентов чтобы составить и структуру и будущую какую-то подачу сайта во первых это бриф у нас есть как раз таки конкуренты во вторых после брифа мы обращаем внимание что мы можем посмотреть конкурентов в поиске конференции по контент-маркетингу пример недушная конференция можем ее посмотреть тоже вместе с теми конкурентами которые уже есть в брифе также помимо поиска яндекс google и брифа можно посмотреть конкурентов на maiden тильди то есть там выкладываются лучшие работы и так как мы создаем сайты на тильди мы часто обращаемся в эту подборку чтобы посмотреть сайты именно конкретно в тильди также можно обратиться к рейтингам и подборкам есть подборка 10 нескучных ежегодных конференций по digital маркетингу то есть оттуда можно было бы тоже взять конкурентов и их проанализировать как вот всю информацию которую вы получили благодаря анализу конкурентов как ее вообще оформить как правило оформляются такие таблички где прописываются конкуренты прописываются их сильные стороны слабые стороны стоимость спикера и прочие ключевые моменты которые вы анализируете дальше мы выжимаем важное из брифа когда вы выжимаете важное из документа вы уже в голове примерно представляете структуру которая будет и какой текст подойдет под эту структуру так как раз таки нам нужен будет первый экран на котором мы донесем всю основную информацию основные ценности пользу название время дату и там фактоиды можно выделить с точки зрения эксперта далее мы все основное все основные зацепки оставляем на первом экране а далее каждую из них можно будет раскрутить на последующих блоков сначала можно погрузить вот в эту неформальную нестандартную атмосферу где все будет легко классно не душно и так далее поэтому у нас дальше идет блок с атмосферой после чего нам нужно дать еще больше пользы и раскрутить вот ту пользу который мы дали на первом экране и поэтому мы даем программу там у нас три дня поэтому это будет три блока где-то после чего мы можем зацепить также пользователя за счет того что у нас есть крупные партнеры и таким образом вызвать доверие чтобы человек пользователь нашего сайта захотел пойти на эту конференцию не только потому что ему нравится эта тема и эксперты а потому что он доверяет этим компаниям там свое развитие и свое обучение у нас идут партнеры и после чего я думаю что у нас будет такой сегодня короткий лендинг можно будет дальше конечно же докрутить какие-то еще от ценности и пользы но мы я думаю на этом уже закончим и сделаем какую-то форму захвата в конце еще чтобы те пользователи которые долистали лендинг до конца тоже могли оставить свои контактные данные учитывая эту структуру нам конечно же важно что у нас есть контент бранч мы можем выделить эту информацию важно что он для всех в digital дальше информация про бранч про контент маркетинг что это такое она не нужна у нас целевая аудитория со всем этим знакомо время 12 мска в прямом эфире тоже важная информация развлекательное шоу пятница суббота воскресенье 3 спикера 3 спикера в разные дни отлично мы сделали такую супер емкую выдержку пойдем дальше во первых пока мы не приступили непосредственно к разработке самого прототипа давайте зафиксируем ключевые моменты подготовки к прототипирования 1 это изучение брифа повторюсь что его нужно внимательно изучать минимум три раза выделять важное и вообще погружаться во всю эту историю проводить анализ конкурентов обязательно смотрите на вообще чужие работы чужие примеры смотрите кто как делает это помогает сформировать насмотренность и уже в дальнейшем понимать пользовательские пути и какие-то решения намного лучше когда у вас будет уже такая сформированная база насмотренности то вы будете проще как-то составлять структуру проще продумывать пользовательские пути потому что вы будете уже брать какие-то готовые решения и понимать что они подходят под конкретную ситуацию под конкретную задачу которую вам нужно решить или наоборот все что вы знаете не подходит нужно там продумывать новый какой-то подход чтобы продать или этом презентовать тот или иной продукт на сайте отсекайте воду незначительную информацию да я это уже проговорила тоже и фиксируйте все важные моменты и наблюдения в документах выделяется информацию копировать себе куда-то в заметке и вообще сохранять себе чтобы вывод с этим багажом знаний которые вы получили во время подготовки к прототипированию могли уже идти по дальнейшим шагам